До начала встречи с ветеранами губернатор Евгений Куйвышев принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику военным медикам, установленному на территории госпиталя. Именно благодаря вам, вашей силе духа, самоотверженности и беззаветной любви к Родине мы сегодня живем в независимой, сильной и динамично развивающейся стране. Сегодня вы являетесь для нас примером непоколебимой стойкости и героизма. Благородства, отваги, дружбы и взаимопомощи. Мы гордимся вами и высоко ценим вас за ваш беспримерный подвиг. Сегодня в Средневоской области проживает свыше 35 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. И наш святой долг сделать все, чтобы обеспечить вам комфортные условия жизни. Мы сегодня представляем ветеранам и денежные выплаты, и жилье. Мы выплачиваем компенсацию на оплату коммунальных услуг. Заботимся о своевременном и качественном лечении. По словам Евгения Куйвышева, госпиталь ветеранов «Войн», в котором регулярно проходит лечение ветераны, одно из лучших медицинских учреждений Свердловской области. Со дня своего основания в 1941 году госпиталь прошел путь от больницы, располагавшейся в здании школы, до современного высокотехнологичного медицинского центра с новейшим оборудованием. Предстоящему 75-летию Победы здесь планируется открыть специализированный центр для лечения самых пожилых пациентов, провести капитальный ремонт, обновить оборудование. В этот же день, по традиции, Евгений Куйвышев возложил цветы и принял участие в торжественном митинге у памятника, посвященного подвигу тружеников тыла фронтовых бригад детей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мемориал находится в парке возле Уральского государственного педагогического университета. Один из знаковых элементов композиции – часы, символ бесперебойной работы уральских заводов и военные годы. Стоит напомнить, что именно Евгений Куйвышев в 2014 году поддержал инициативу создания этого памятника по проекту скульптора Константина Грюнберга и архитектора Юрия Дорошина. Уже по традиции 9 мая здесь собираются на митинг ветераны и студенческие отряды.